Он привык, видел съемкам, но на такую точно не рассчитывал и не предполагал, что на столь прибыльную для бизнеса точку внезапно пожалуют полицейские. Хозяину экзотических животных вместе с питомцами пришлось отправиться в участок. В обезьяннике макакам, судя по всему, было комфортнее, чем на рабочем месте. На животных, то бишь макака Явонская в двух экземплярах и зеленокрылый попугай Ара, на них не было никаких подтверждающих документов, что это объекты животного мира завезены на территорию нашей страны легально, со всеми разрешениями, что они привиты. Предпринимателю выписали штраф, а безродных макак и попугаи отправили в зоопарк. Совместные рейды полицейских и зооспециалистов в Анапе этим летом начали проводить по просьбе отдыхающих, которым невыносимо было видеть мучения животных. Они здесь целый день на жаре, целый день, скажем так, не в комфортных условиях. Естественно, любое животное люди не выдержат, а животное какое может выдержать. Сколько подписей собрали? На этом листе уже более 30 подписей. А в Сочи добиваются полного запрета на такую деятельность. Горожане выходят на митинги, собирают подписи. Поговорка «Если есть на свете рай, это Краснодарский край» особенно актуальна для организаторов фотобизнеса с животными. Были случаи, когда сделать снимок на память на сочинском курорте предлагали с краснокнижным орлом, белохвостым орланом, львами, крокодилами и даже собакой Чау-Чау, из которой легким движением баллончика с краской сделали панду. Надо уже обращать серьезное внимание на этот вопрос и на уровне города запрещать эту деятельность. Зоозащитники считают, проблему надо решать на самом высоком уровне. Первый в стране закон об ответственном обращении с животными приняли полгода назад. Но некоторые формулировки оказались размытыми, а кое-что и вовсе не учли. Сейчас идет работа над подзаконными актами. Их формулируют полицейские, кинологи, зоозащитники, чиновники из нескольких министерств и депутаты. Всего 13 позиций. Порядок лицензирования тех же цирков и зоопарков. Требования к содержанию животных, которые используются в культурно-зрелищных целях. То есть в каких клетках они, в каких вольерах, как с ними обращаются дрессировщики и так далее. Требования к приютам, в которых содержатся бездомные животные. Эта работа должна была завершиться в июне, но пока у участников процесса слишком много разногласий. Например, в опросе цирковой дрессуры. Это кадры расследования зоозащитной организации. Так в одном из цирков готовят к выступлению макак и сбивают руками и палками, трясут. Министерство культуры подготовили перечень разрешенных способов дрессировки. А вот зоозащитники считают, что использование животных в цирковых представлениях необходимо вообще запретить. И приводят пример. В Европе в цирках показывают голографических зверей. Весь мир сегодня цирки запрещает. И они уже считаются рутинным, примитивным, жестоким развлечением времен Древнего Рима. Это стыдно сегодня в Европе показывать номера с животными. Пока эксперты пришли к согласию в том, что необходимо ввести новый штраф из-за жестокого обращения с животными. Это касается мелких нарушений, например, покраска собаки или кошки. Кроме того, запретить коллекторам забирать в счет долга животных и разобраться до конца с контактными зоопарками, деятельность которых формально запрещена, но из-за размытых же формулировок владельцы находят лазейки в законе.